Вы хотели бы встретить в реальной жизни супер-человека? Конечно, не таких слабаков, как Супермен или Спайдермен, а реального супер-человека. Привет, разящие богомолы! С вами проект мой Тайси Кей, и я Фёдорович, а в этом видео я вам покажу реальных супер-людей. Ребята, вы хотите научиться легко знакомиться и правильно общаться с женщинами так, чтобы получать желаемое? Определять, когда девушка тебе изменяет? Узнать, как выйти из френд-зоны и влюбить в себя девушку, даже по переписке? Или как вернуть бывшую в три простых шага? Тогда заходите на канал этого парня по ссылке в описании. Первый, на кого мы посмотрим, это Мухаммед Кариманович. Многие люди в 60 уже списывают себя со счетов и сидят дома перед сериалами и новостями. Но только не настоящие бойцы. Мухаммед, мастер тэквондо, решил в 60 только начать делать чудеса. Он натренировал свою правую руку до такой степени, что Железный Человек каждый вечер разрывает телефон, чтобы узнать, как он это сделал. Он ломает и разбивает все, что только можно представить. Он установил несколько мировых рекордов по перебиванию предметов. Некоторые из них это 123 кокоса, а затем на шоу талантов 30 бейсбольных бит за одну минуту. А еще позже 97 пивных банок. Также за одну минуту. Конечно, многие этого не поймут и порадовались бы больше, если бы эти банки выпить за минуту. В свои 60 Мухаммед признан человеком с самыми сильными руками на планете. Только представьте, что он может сделать с человеческим черепом, слегка стукнув сзади арестового алкаша. Мастер Хо Энгхуи Вам всем известно, что в единоборствах удары наносятся ногами, руками, коленями или локтями. Но этот старый мастер может ушатать любого с помощью своего железного пальца. Как бы я ни относился к мастерам кунг-фу в плане реальных боев, но некоторые навыки, которые они развивают, действительно уникальны. Мастер кунг-фу Хо всю жизнь тренировал свое уникальное мастерство железного пальца и развил его до совершенства. Он с легкостью пробивает пальцем кокос. Его сделали национальным героем, и правительство выделяет ему все необходимое для тренировок, в том числе и кокосы, чтобы он мог практиковать каждый день. Он установил мировой рекорд, пробив 4 кокоса за 30 секунд. Но ему этого было мало, и через год он побил свой же рекорд, сделав это за 12 секунд. Вот вам и палец смерти. Фрэнсис Гану. Не ожидали увидеть в этой подборке реального бойца ММА и одного из лучших тяжеловесов UFC? Мало у кого из бойцов есть желание и силы потягаться с Гану в клетке. И это не зря, ведь здоровье одно, а удары руками у Фрэнсиса невероятно мощные. Многие эксперты считают удары камерунца самыми тяжелыми не только в UFC, но и среди всех бойцов в мире. А когда этот факт был подтвержден научно, на приборе, измеряющем силу удара, мало кто удивился. Но соперники Фрэнсиса ужаснулись. Удар рукой ММА официально признан самым сильным ударом в мире. Удар составляет 129 161 единицу силы. А предыдущий рекорд принадлежал Тайрону Спонгу и составлял 114 000 единиц. Василий Комоцкий. Этот человек многим из вас уже известен благодаря своему участию в чемпионате по пощечинам, где он и является чемпионом. Василий никогда не тренировался каким-либо единоборством. Он был простым фермером в сибирской деревне, когда начал свое участие в турнире. Он сразу показал, что может дать такого леща, после которого человека откачивают на шатырем. До него такого никто не делал. Его пощечина была признана самой мощной в мире, а к нему ученики выстраивались все дамы, которые злятся на своих мужей. Конечно, сейчас Василий уже тренируется, чтобы сделать свой удар еще более сильным и выходить на мировой уровень. Но и того, что ему дала матушка природа, было достаточно для убаюкивания всех соперников. Джон Ферраро. Многие люди тренируются годами, чтобы достичь хоть какой-то силы и хоть как-то приблизиться к уровню суперчеловека. Но это не про Джона. У него от природы невероятно мощный череп. Томография показала, что у него тройной череп. Представляете? Три слоя костей. Джона называют головомолот, потому что, поняв свой талант, данный матушкой природой, он ломает, перебивает, уничтожает все, что только можно своей головой. Мало того, что он перебивает бейсбольные биты, гнет гвозди и сверлит свою черепушку, так ему еще на нее бросают мяч для боулинга, а он как будто этого не чувствует. Но Джон выбрал другой путь и установил мировой рекорд по забиванию гвоздей головой. А вы хотели бы себе такую бронированную башку? Мухаммед Рашид Насим. Это поистине невероятный человек, который решил достичь вершин во всем сразу. Он пожелал, чтобы его называли лучшим мастером боевых искусств в мире, установив более 50 разнообразных мировых рекордов. Он наносит сотни ударов руками за минуту, перебивает рукой кирпичи и камни, ломает головой стены и пивные банки. Он разбил локтем 257 грецких орехов за одну минуту, а также перебил головой 43 кокоса за минуту. Рашид признан лучшим перебивальщиком всем и всего в мире. Джей Ди Андерсон. Помните Джаггернауда из фильма? Так вот, этот парень стал им в реальной жизни. Этот здоровяк установил 5 мировых рекордов по перебиванию ледяных блоков и ломанию бейсбольных бит. Он также обладает нереальной богатырской силой, с помощью которой гнет гвозди и сковородки, жует номерные знаки и сгибает ломики. В общем, этот парень может разнести с разгона все, что только можно. Керим Дуйгу. Если вы когда-либо занимались единоборствами и попадали голенью в колено, то вам знакома эта адская боль. А если нет, то наверняка ударялись об угол дивана и вспоминали все запрещенные слова из детства со слезами на глазах. Керим натренировал свою голень до такой степени, что смог стать нечувствительным к боли и ломать предметы одним ударом. Даже по три бейсбольные биты сразу. Конечно, многие представители муайта, кикушинка и карате и подобных тренируют свою голень, чтобы не чувствовать дикой боли в поединках, когда попадаешь в блок из колена. Но Керим переплюнул всех и установил мировой рекорд, перебив 64 бейсбольные биты за минуту. Джефф Дейб. Это реальный Халк в обычной жизни. Джефф родился с нереально большими руками, но при этом это была не просто внешняя мощь, но и нереальная сила. Конечно же, Джефф долго не думал и решил воспользоваться подарком матушке природы, попробовав свои силы в армрестлинге. Он начал бороть всех в барах, а в Америке это очень популярное занятие для подвыпившей публики. А когда с ним уже никто не хотел тягаться, решил попробовать свои силы в аматорах и выиграл чемпионат Америки. После чего, конечно, стал профессионалом и уже завоевал титул чемпионом мира. Сейчас Джеффу 49 лет, но он по-прежнему остается одним из лучших, если не лучшим, армрестлингом на планете. Все-таки Халк это не просто киношная выдумка. Магнус Миддбо. Этот парень признан самым сильным человеком Норвегии. Он не обладает огромной массой и не может поднять 300-килограммовую штангу, но у него сила спайдермена. Магнус – профессиональный скалолаз, у которого невероятно сильные руки и пальцы. Он всю жизнь занимается этим опасным и непростым делом и делает вещи, которые простым людям тяжело даже представить. Он может пять раз подтянуться на одном указательном пальце. А вы можете вообще подтянуться пять раз? Не то что двумя руками, а даже с помощью ног. Давайте проверим в комментах, кто сколько раз подтягивается. Пишите реальные числа. Его сила уникальна еще и в том, что он сбалансирован и развит равномерно, что позволяет ему лазить по самым крутым склонам и отвесным скалам, что делает его самым сильным скалолазом на планете. Хотя, как это проверить, я не знаю. Пишите в комментах, какую способность этих суперлюдей вы бы хотели себе. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай посмотрят на супергероя в реальной жизни. А если вы хотите научиться реально драться, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Также смотрите крутые видео в описании и подписывайтесь на мой второй канал. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.